Зачем я буду платить налоги, вы можете сказать, если я могу что забирать себе. Платят пенсию, государство. Но пенсионного на сегодняшний день как таковое нет. Кто платит пенсию? Лугашенко. Мы сделали просчеты. Ну, 212 рублей. Мы идем в банк. Это хорошая тема. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Эти строки Александра Сергеевича Пушкина очень хорошо подходят для описания взаимоотношений между белорусами и государством. Социальная защищенность, пенсионный фонд. В головах наших сограждан живет непоколебимая вера в государство, в его честность, в его силу, справедливость и разумность. Основной задачей социально-экономической политики Беларуси всегда была и есть и будет забота о человеке. Создание комфортных условий для жизнедеятельности людей – это и есть высшая цель белорусского государства. Государство для белоруса, как заботливая мать, окружает заботой и вниманием. И за квартиру поможет оплатить, где-то перекрестнет, где-то субсидирует. Базовые тарифы по-прежнему субсидируются государством. В целом мы все возмещаем эти тарифы на 77% уровень затрат наших энергоснабжающих организаций. Остальное, соответственно, перекладывается в виде перекрестного субсидирования в тариф. И от ненужной информации оградит. Блакование Харты 97 подшелось у вечер Серады. Без судового орошения, без обвешивания причин. А нужную разжует и в голову вложит. Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию, растиражированные в сетях и информационных порталах сообщения провокационного характера. Какую сферу жизни не возьми, везде чуткая забота государства. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее, там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Но сегодня речь не о пропаганде. Серьезно? Наши деньги? Да, серьезно. Ты не верил? Каждый человек иногда задумывается о своем будущем, о том, что его ждет, когда пройдет молодость, и нагрянет старость и заслуженный отдых. В старости можно будет в полной мере ощутить плюсы такого социального достижения, как пенсия. Мы спросили у людей, кто платит им пенсию. Кто вам платит пенсию? Можете ответить? Кто мне платит пенсию? Государство. Государство, наверное. Так больше кто нам платит? Кто платит пенсию в Беларуси? В Беларуси? Пугашенко. Как кто? Государство. Государство? Да. Государство. Государство? Да. Спасибо большое. И в принципе не были удивлены ответом государства. Но так ли это на самом деле? Все мы видели в своих расчетных листках графу пенсионный фонд. 1% от заработной платы уходит на него ежемесячно. 1%? 1%. Спасибо. Наверное, по 1%. То есть тут толком не знаете? Нет, 8 рублей видел когда-то в расчетном. По-моему, 1% обстоит. Все опрошенные нами гамильчане считают этот процент единственным своим взносом в свою будущую пенсию. Про остальные 28% не сказал никто. Также не вспомнили и про взнос по страхованию на случай временной нетрудоспособности. 6%. Эти платежи в принципе не тайна и каждый индивидуальный предприниматель или бухгалтер знает об 35% платеже фонд социальной защиты населения, который рассчитывается исходя из вашей заработной платы. Взнос обязательный и не заплатить его невозможно. Мы решили помечтать и представить, что этот взнос будет аккумулироваться в течение всей трудовой жизни человека, а после достижения пенсионного возраста будет выплачиваться равными ежемесячными платежами. Для этого воспользуемся предложением одного из банка Республики Беларусь, а размеры зарплат мы, как всегда, возьмем у всеми любимого Белстата. В Беларуси государство слезно уговаривает своих граждан работать всегда. В 2017 году путем декрета номер 3 В этом году предлагает плюшки в виде пятикратного роста стоимости некоторых коммунальных услуг для неработающих граждан. Также правительство приготовило щедрое на всякие бонусы предложение в виде декрета номер 1. Весь прикол заключается в том, что в этой же Белоруссии, помимо ФЗЗН, существует в банках система такого пенсионного накопления. Ну, такой вклад. И вот мы сделали просчеты в банке, которую вы сейчас увидите. Исходя из этого, мы будем брать за начало трудового пути возраст в 23 года. Завершение – возраст в 61 год. 61 год, чтобы не обидеть ни мужчин, ни женщин, это средняя цифра между 63 и 58 годами. Итого 38 лет трудового стажа. В Белоруссии средняя продолжительность жизни женщин составляет 78 лет, а у мужчин 66 лет. Средняя цифра будет 72 года. Выходит, что средняя по продолжительности пенсия должна выплачиваться на протяжении 11 лет. При накоплении пенсии таким способом есть интересные моменты. Такие, например, как выплата накопленной суммы наследником в случае, если вкладчик не дожил, а также возможность снять всю сумму сразу. Дабы быть максимально объективными, просчитаем не только среднюю зарплату, но и минимальную, которая на сегодняшний день составляет 330 рублей. Все расчеты проводятся в любимой валюте белорусов в долларах США. Но все это очень грубые просчеты. Для возврата в реальность и для полной объективности мы зашли в офис ФСЗН и задали вопросы, как происходит сейчас и почему нужно уплачивать взносы именно в ФСЗН. Мы не ведем назначение пенсии в фон социальной защиты. Назначает пенсии комитет по труду, там назначение происходит. Мы собираем средства для выплаты этих пенсий, ведем персонифицированный учет. Сбор средств для выплаты пенсий, сбор средств для социального страхования, ведение персонифицированного учета, а также отдельное профессиональное пенсионное страхование. А они накоплением идут или просто лежат где-то? Где не находятся эти финансы? Они на общем казначейском счете перечисляются в общий, не республиканский бюджет, а отдельно, они не идут в бюджете, а хранятся отдельно в банке. У нас система не накопительная, а распределительная. То есть в настоящий момент работающие граждане, которые уплачивают страховые взносы, фактически финансируют выплатки тем пенсионерам, которые на данный момент... Ну, вообще, 25 лет. Ну, сейчас меняется, там начиналось с 15-ти, и в 2025-м году будет 20 лет. 20 лет, то есть? Мы с 2017 года финансируемся за счет республиканского бюджета. Ну, сейчас вот указ поменялся по поводу индивидуальных предпринимателей. Раньше было за весь год, исходя из минимальной заработной платы, минимум. То есть вообще, исходя из определяемого им дохода, но не менее, чем исчислено из минимальной заработной платы. То есть 35% фактически от минималки за год. Там за последний год было, ну, грубо, тысяча там вообще обозначался этот год. Сейчас, с этого года, ну, он с 30-го опубликован, указ в номер 500, уносил изменения в 40-й указ, там уже поменялось. Мы сейчас еще разрабатываем все эти, ну, как вам сказать, объяснения этого указа, пояснения по применению его, как и что. Там индивидуальный предприниматель самостоятельно будет определять, за какой период. Ну, только за тот период, когда он осуществлял деятельность, будет уплачиваться только вызов. Ну, также все привязано к минималке. Угу. Не меньше, чем из минималки за период именно осуществления деятельности. Ну, механизм там немножко меняется, там индивидуальному предпринимателю необходимо будет давать персоналифицированный учет, указывать эти периоды осуществления деятельности, уже исходя из этого года. Ну, если так подходить, то зачем я буду платить налоги, вы можете сказать, если я могу все забирать себе. Ну, дефицит есть по Гомерской области, есть дефицит, который мы не можем покрыть, как бы. Мы работаем дефицитом. Угу. А дефицит кто тут гасит? Выжет? Да нет, республиканский. Я не понимаю. Как они эти деньги хранятся? Допустим, там просто на счете белорусских рублях, либо они там какие-то там, фонды распределяются прибыльные? Я не могу сказать, мы перечисляем это на единый короначильский счет, а дальше они хранятся в банке. В каком виде я помогу вам? Угу. То есть неизвестно, в каком виде они даже хранятся, да? Ну, я не могу вам комментировать эту информацию, как мы перечисляем на единый короначильский счет. У нас нет отдельного счета по Гомерской области, отдельные там счеты, они в общем-то в республике находятся. Угу. То есть постоянно выплачиваются из этих средств сразу же в пенсии. Что не стоит делать, что индивидуальный предприниматель имеет право на те же посуды по временной способности. Также каждый гражданин имеет право обратиться и призывать к этому, чтобы они обратились со своим паспортом, со страховым свидетельством, могут узнать о том, что какая информация на его индивидуальном лицом учете на ТТ. Он приходит к обыгаемому отделу фонда, с масштабом, с страховым свидетельством, пишет заявление и получает на руки этот выпуск. Здесь будут отражены все его периоды работы и на работах, с которого оплачивается этот проект. Это хорошая тема. Значит, сторож перечислял 1%, и я провектор университета 1%. Я 2 тысячи долларов получил, он 200, а пенсия одинаковая. Вот это вот расскажете. Спасибо. А вот я смотрю, вы торгуете, вот это второй вопрос, это просто у вас хобби или дополнительный заработок? А? Торговать. А у меня свой огородчик, я торгую, делать дома нечего. Ну, то есть просто как хобби, то есть это не является заработком? Ну, пенсия небольшая. А, пенсия все-таки небольшая. Ну, 212 рублей. Конечно, мы не раскрыли тему до конца, а лишь слегка притронулись к ней. Если копнуть чуть дальше, например, высчитать процент тех, кто не дожил до своей нищенско-белорусской пенсии. Если оценить шансы на то, что они доживут до своей пенсии через призму того, что Беларусь практически вся находится в зоне заражения цезием и стронцием. Учитывать наличие в стране вредных производств таких, как Гомель-обои, то картина рисуется очень мрачная. А вы за какую пенсионную систему? Накопительную или за хай-так? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше людей увидят это видео. Всем привет, друзья! Меня зовут Женя. Я – гомельский видеоблогер, который поставил перед собой цель снимать качественный контент. Мне нужна поддержка адекватной и грамотной аудитории канала «Общество Гомель». Сейчас будет маленький трейлер моего канала. Если кто-то заинтересовался, переходите по ссылке ниже и присоединяйтесь. Яйца!